Микрорайон угольщиков на площади в 9,5 гектаров построят 13 многоквартирных домов, в том числе 3 двухэтажных, 10 пятиэтажных. Сейчас возводят 3 двухэтажных дома на 66 квартир. Социальная инфраструктура здесь тоже будет. Детский сад в этом месте на 140 мест и 2 места под магазин. Общий генплан. Одновременно с этим застройку ведут и еще в одном новом микрорайоне Тулуна – Березовая роща. Первый этап включает возведение 430 домов. Сегодня здесь завершены работы по устройству фундамента 31 индивидуального дома. Ведут сборку 18. Завершено строительство пяти домов. Площадку осматривает вице-премьер России Виталий Мутко и в Рио главы региона Игорь Кобзев. И у вас под конкретно уже семьи строится? У нас по вот этим домам две семьи конкретные уже есть. Я понимаю, люди пришли, потрогали и пошли. Виталий Мутко и Игорь Кобзев посещают в Тулуне также пункт долговременного размещения. В нем на базе общежития аграрного техникума проживает 40 человек. Вопросы по дальнейшему проживанию большинства из них решены. Часть семей переедет на новое место жительства вскоре после Нового года. В завершении своей рабочей поездки в пострадавшие от летнего паводка территории Иркутской области Виталий Мутко подчеркивает, что вопросов, которые требуют вмешательства федеральных органов власти, почти не осталось. Нам нужно как можно быстрее завершить вопросы все спорные. Их еще достаточно. Надо сделать еще такую специализированную комиссию. Вот которую, скажем так, пускай это будет областной статус, но помочь со специалистами. Мы сегодня набрали заявление буквально точечно еще раз пройти по тем домам. А, некоторым многоквартирным и тем индивидуальным домам во всех населенных пунктах здесь у людей есть сомнения. Временно исполняющий обязанности губернатора обращает внимание местных властей, что необходимо поддерживать в территории соответствующий уровень жизнеобеспечения. Мне кажется, что территория, которая пострадала от ЧАЭС, она должна быть индивидуальной совсем во всех вопросах. И понимание здесь должно быть и у судов. Может быть, скорейшее рассмотрение для того, чтобы вот этот механизм двинулся. Игорь Кобзев поручил членам регионального правительства и главам муниципалитетов до 1 февраля разработать предложения, которые внесут полную ясность, в том числе по аварийному жилью. Уже завтра в Рио главы области вновь посетят Тулун и затем Нижнеудинск. Яна Романова, Павел Рютин. Новости сейчас.